Добрался до торгового центра в Праге. Торговый центр называется Метрополь. Нашел место, где можно поменять деньги. Но оно закрыто. До дома, где я сегодня буду ночевать. У меня 14 километров. Иду в метро, в станцию посмотрю. Может быть, можно заправлять зайцем, не заплатить, потому что у меня нет крон. Евро здесь не принимают. Ну и, соответственно, кредитной карты тоже у меня нет, потому что я крымчанин. А карты Мир принимают только в России. А мне надо по всему миру путешествовать. А с карты Мир это невозможно. Такой вот парадокс. Один мой знакомый бельгийц сказал, тем временем, пока парижане спорят за право называть свой город самым красивым, миллионы людей приезжают в Прагу и влюбляются в нее с первого взгляда. И для того, чтобы это проверить лично, и как можно скорее отправился на исследование города. Прага поделена на районы, от 1 до 10, в зависимости от удаленности от центра. Соответственно, Прага-1 это самое сердце города. Ну, а я же остановился в Праге-2, так что далеко и ходить не надо было. В Праге уже более 1100 лет. Я заранее знал, что основные достопримечательности это старинные дворцы, важни, мосты и так далее. Поэтому решил построить маршрут таким образом, чтобы сначала погулять по новой Праге. Увидел танцующий дом, представляющий собой комплекс из двух башен, причудливо изогнутых против всех законов физики. Они символизируют танцующую пару. Затем добрел до головы Кавки, 10-метровой конструкции, состоящей из множества панелей, двигающихся независимо друг от друга. К слову, Кавка родился в Праге, но тогда это была другая страна, Австро-Венгрия. Субтитры создавал DimaTorzok Вот постепенно я и добрался до центральной площади, попытался запустить квадрокоптер, и вроде как все сначала получалось, но в какой-то момент он перестал подниматься и реагировать. А потом самостоятельно приземлился. Позже я попробовал еще раз, но в другом месте, рядом с пражским градом, но и там обитательный аппарат был дезориентирован и вскоре вернулся домой. Ладно, буду снимать с рук. Больше домов в Праге, а это 56%, ниже 10 метров, из них 60% двухэтажные здания. В общем, необязательно взлетать, чтобы увидеть город сверху. Достаточно просто подняться на одну из башен, например, на Староместской площади. Идут к самому известному месту города. Она называется Карлов мост. Интересно, что первый камень при строительстве моста был заложен еще в 1357 году в 5.31 утра, как то предсказал царский астролог, предвещая мосту вечную жизнь. И самое удивительное, что переправа так ни разу и не получила серьезных повреждений, выстав войны и бомбежки. Теперь же здесь фотографируются туристы и развлекают прохожих уличные музыканты. Субтитры подогнал «Симон» 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 К слову, цены тут значительно ниже, чем в странах, где я бывал недавно в Бельгии и Нидерландах. Но даже там, я помню, можно было найти вино, которое было даже дешевле крымского в Крыму. Сколько фотографий не делай, а Прагу можно снимать еще. Я бы с удовольствием остался тут на дольше, но пора двигаться дальше, в следующий город на пути – Брно. Но перед телепортацией в новый город несколько слов от моего хоста в Прагу. Я думаю, что когда вы путешествовали, вы увидите разные истории, как новости, новости, люди, и поэтому я люблю это. И для меня путешествовать – это часть того, чтобы быть счастливым. Это причина, почему я счастлива, потому что у меня есть возможность путешествовать много. И это также связано с свободой. У меня есть возможность выбирать каждый день, что я хочу делать, и что я хочу путешествовать. Так что это простой выбор. Я хочу подложить такой вот штуки для того, чтобы его удостоверить. Слышали? Все, поставили дату. С этого времени начинается отсчет времени. Я купил его на полчаса, значит, у меня есть полчаса, чтобы покататься по этому билету. Спускаемся. При выходе на платформу здесь есть карта. Налево такие остановки, направо другие остановки. Я же еду до остановки музеем, на ней пересяду, на другую ветку. Вот, собственно, вся карта пражского метро. Немножко нечестно. При входе сюда я удостоверил билет. Он действует полчаса. Следующий поезд через пять минут. Нитого я смогу ехать только 25 минут. Двадцать шестого ноября. Один из часов утра или дня. Не знаю. Иду на автобус. Еду сегодня на автобусе нефтово. Потому что автобус стоит всего лишь четыре евро. Ехать, конечно, недалеко. Десять километров. Ну вот. На четыре евро, в принципе. Стоимость небольшая. Для этого я ездил автостопом. Я сэкономил в итоге на двух поездках 45 евро. Из Кольня в Нюрнберг стоил автобус 25. Из Нюрнберга в Прагу 20. Вот. Ну а сегодня как бы четыре евро. Поэтому я с ним оставлю себя без обеда. В принципе, моя беда обычно стоит в Европе около трех евро. Ну, в зависимости от страны. Виноват, добро пожаловать в город Брно. Столица Южной Моравии. Одного из регионов Чехи. Вот вокзал. Это был железнодорожный, а там автовокзал. Я приехал туда. Сейчас иду гулять по городу. Чао, чао. Вот говорят чао, когда прощаются. И девушки кружают. Так как называется обменник. Сменярна. Можно помять различные денежки, даже украинские гривны, российские рубли. И еще миллион мирон силу. Брно – это очень красивый чешский город, не заслуженно обделенный вниманием туристов. Его история насчитывает более 2400 лет. Здесь на горе, как и полагается средневековому европейскому граду, находится крепость. А в городе бережно сохранены старинные дома, узкие улочки, брусчатка. И все это выглядит волшебно. Особенно в преддверии Нового года. Скульптура фалосадистой формы – это часы. Это напоминание о том, что довольно давно крепость и выдержало нападение шведов. Но самое удивительное – это то, что я нашел здесь дворец Ялта и дракона. Под аркой старой ратуши под потолком везет крокодил. Но в действительности же это дракон. Почему и как так? Принято считать, что крокодила, тогда еще живого, в 1608 году турецкие посланники подарили местному правителю Матиусу Габсбургу. Однажды крокодил умер от старости, и из него сделали чучело, которое подвесили на цепях в ратуши на потеху всевочестному народу. А так как народ не был знаком с данным чудищем, то стали называть его драконом. А теперь самое интересное. В Бурно я остановился через каутсерфинг у чувака по имени Дариус, он из Франции и приехал в Чехию учиться. Здравствуйте, я Дариус. Мы с ним быстро подружились, а вечером отправились вместе с его друзьями в паб, выполненные в стиле «Властелина колец», но это не важно. Сидели мы тут практически до утра, и Дариус ушел домой немного раньше меня. Я уже остался, потому что вскоре окажусь дома, и хотелось немного оттянуть этот момент. Отчасткое пиво – отличный для того способ. А еще это отличный рецепт знакомства с полицейскими. В пять утра я был максимально уверен, что стучусь в квартиру Дариуса, но вот только никто не открывал. Я уже был обиделся на него за это, и сел на ступеньках и решил вздремнуть, как тут ко мне подошли полицейские. Тут же открылась дверь, в которой я ломился, а там напуганный парень и две девушки. Я пришел не по адресу. Меня пригласили пройти вместе с правоохранителями. В машине мы заполнили протокол, проверили мои документы. Я разъяснил им всю свою ситуацию, но и меня простили. А на улице все еще ночь. Возвращаться и пробовать стучать в другие двери я не стал, а отправился в церковь. Нет, не для того, чтобы помолиться за протрезвление, а чтобы поспать. Храмы тут работают круглосуточно, имеются удобные лавочки. На одной из них ей вздремнул. А когда утром начал собираться народ, я покинул помещение. И знаете что? На меня снизошло просветление. Только после храма я понял, что дверь Дариуса была напротив хвой, в которую я стучал. Как говорится, с Божьей помощью. Здравствуйте! Меня зовут Анна из Czech Republic. Я никогда не путешествовала много. Я всегда путешествовала только за одну неделю, или за две недели. И это были только хранили для меня. Но в прошлый год я был в Германии. И я могу сказать, что это меня изменилось. Это меня изменилось в жизни. И я рекомендую все люди, чтобы идти в Германии. И жить в другом месте, потому что это меня изменилось в жизни. Это очень важно быть индивидуальным. И просто пытаться быть... Я не знаю, просто пытаться быть самим. И найти себя. И опять, это может помочь, чтобы быть самим в другом стране. И это может помочь, чтобы найти себя. И я тоже помочь, чтобы найти себя. Я не знаю, что я могу сказать. Для меня это означает, найти людей, которые я люблю. Просто проводить время с ними. И также найти работу, что ты хочешь делать. И просто делай это. Не боюсь. Не боюсь. Не боюсь о том, что люди говорят. Просто быть самим, и найти, что ты хочешь делать. И просто делай это. И просто делай это. И это секрет для жизни. Холодец. И я делай это. Холодец. Я люблю путешествовать, потому что ты всегда знаешь новых людей и новых мест, и я всегда люблю свои ощущения, чтобы потом вернуться домой и потом вернуться домой. Я люблю путешествовать, потому что я познакомился с интересными людьми. Я люблю путешествовать, потому что я могу встретить много интересных людей, новая культура, новая кухня. Дракции можно сделать счастливыми, но в одной из способов. Я думаю, что все вокруг тебя сделают счастливыми. Тайтер? Тайтер. И я люблю людей, которые делают счастливыми. Я думаю, что это все, что я хочу сказать. Я очень любит путешествовать, и я люблю путешествовать больше, чем я. И то, что делает меня счастливой, или для меня счастливой, и для меня очень комфортнее. и все вещи я люблю. И я не знаю, мы с моими друзьями, мы с людьми, мы с людьми, мы с людьми, мы с людьми и с людьми, как мы хотим, как мы все хотим. Я люблю путешествовать, потому что я люблю новую культуру. Вот здесь, я в Чехополике, и я очень люблю эту культуру. Я просто не хочу обидеть на лучшем жизни. И вопрос, что я хочу делать в 40 лет в моей жизни? в моей жизни? В моей жизни? Может, я хочу просто просто я не знаю, я хочу это просто просто, но может быть, кто-то может, это не вообще проблема. Просто это и не знаю, это просто это это лучшая часть вашей жизни. Я люблю путешествие, потому что это дает мне возможность узнать новые страны и новые люди. И это связано с людьми, потому что я экстремен, экстраверт. Я люблю встречать людей. И иногда я find someone и мы как-то мы познакомимся с другими. Я люблю быть вместе с другими. И это все, как в первой вопросе, это люди. Я люблю быть обе, и быть вместе, Да, это все, чтобы чувствовать себя свободно, быть в их компании, да, это все. Я люблю джуэллинг, потому что вы можете найти разные возможности, чем в вашем стране. Вы можете встретиться с другими людьми и вы получаете много счастья в мире. И чтобы быть счастливым, для меня, нужно найти человека, который вы живете, и быть окружен с людьми, которые вы любите. Субтитры создавал DimaTorzok